Добрый день, Александр Александрович, мы договорились сегодня поговорить о ситуации в республике, в экономике, в социальной сфере. В целом, динамика положительная. В значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Уверенно люди работают, ну и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьезных программ, задач, о которых вы сами все время говорите. Но я знаю, что вы подготовили список вопросов, которые хотели бы обсудить. Спасибо большое, что нашли время, чтобы увидеть, встретиться с вами. Я просто хотел бы, до того, как начать про республику дома, это тем, с чем мы занимались, от начала, и по сегодняшний день, и думаем, похвастаться. Дальше хотели, что сделать и гуманитарное направление, и боевое. Вот ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику. Никакие авторы, как обрамы, как называют их танки, не страшны там. Как мы им, я считаю, что мы им. Им делали рекламу. А так сегодня бойцы, дух хороший, я иногда заглядываю, как, что, и находятся. Абсолютно все, все, думаю, их вопросы решаемые, никаких проблем у них, нету связи, техника. Мы от начала до сегодняшнего дня купили 1100 чем-то машин, из них 100 чем-то бронированных машин. Ну, даже не от республики, другим мы тоже помогаем. Это наше общее дело, поэтому мы вместе должны выиграть. Весь народ вас поддерживает, и мы единственный регион, я могу сказать, что создали 5 полков и 3 батильона за это время республики. И они сегодня на СВО занимаются дома. Ребятам самые лучшие пожелания передавайте, семьям их самые лучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые в переднем крае воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически. Мне очень радует, что очень хорошие контакты сложились с другими подразделениями. Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. Я уже, по-моему, говорил, одного спросил, как ребята из Чечни воюют. Ответ был в ту же секунду. Не подойдут, я в них полностью уверен. Это все-таки обо многое. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях. Поэтому всем самые лучшие пожелания и членам их семьи. Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит, нам не жить в этом государстве. Мы 100% выполним. Спасибо. Ситуацию в республике, я понимаю, так вы уже оформляете. В целом, вы, по-моему, тоже оцените. У нас в республике особых проблем нет. Эти проблемы вы давно решили. Сейчас есть технические вопросы, которые, как всегда, нужна ваша помощь. Ситуация в республике. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует...